Девушки отдыхают 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 Ну, конечно же, будем зреть корень, предлагаем вам прогуляться не только в лесу, но и по свежему воздуху, который сегодня особенно замечательно свеж. А первым показывает свое приветствие «Дышите глубже» команда КВМ-гимназии «Вечные молодые». Ты че учишь, твоя жутка? Мужики, у меня мама в зале. Что? Она мне струбозапретила в КВМ-гимназии. Она говорит, что я в одиннадцатом классе, мне поступать надо. А ты? А я на репетицию вместо репетитора. Смотри на меду, корни. Запомни, безвыходных ситуаций не бывает, даже если тебя съели, у тебя два выхода. О, придумал! Ну-ка, быстренько сделай веселый дачи! Ну, теперь начинай! Друзья, вас... Вас приветствует команда КВМ-гимназии «Вечная молодость». АПЛОДИСМЕНТЫ Что еще? Спокойно, спокойно. Ты там про гороскопы что-то хотел сказать? Да. Вчера гороскопа читала. Сиденька, прикол. Ты смотри, кто про тебе гороскопы? Бык. А ты за тебя как? Дева. Блин, дева? Да ты классная тёлка! Да, тебя гороскопа. Правда, что чаще всех жены изменяют козерогам, овнам и петельцам. Да нет! Эти мрага по гороскопу положили. А мой папа на том, как в командировке не ездят. Он по гороскопу рыба, а сосед рак. Ну и что? Ха! На безрыбе, знаешь ли, и рак. А мой папа по гороскопу водолей. Добой приходит, к мать и говорит. О, мой козерожка вернулся. А ты что такой грустный? А я, оказывается, такой гудой. Ну и что? Вчера на грабли наступил. Ну? Ну-ну, мимо! Слушайте, а к чему должен стремиться каждый КВН? Ну-ка, КВН-чик, он ведь как лётчик. Но выше, и 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 всё. И певок! Да, господа, колесо истории к лесу задом не повернёшь. И что есть у нас теперь в стране, то есть. А есть нечем. Тысячи осталось только духовным. Кстати, что у нас на этом в газете? Новости воздухоплавания. Известный воздухоплаватель Можайский с целью поплавать. Надул горячим воздухом бычий пузырь, после чего бык взмыл воздух и улетел в туалетру. А садам сын, несмотря на частные покушения, не боится больше в национальном театре. Там для него забронирована ложа. Турист Бэтрэнфо случайно обронил в ущелье свой любимый фотоаппарат. Вот чёрт вывелось в него. Вот и финиш. Весело назвалось Эхо. Пацаны, а вы не знаете, кем можно подработать? Деньги во как нужны. Да нет проблем. Приходим на школьный серпентарий, лаборантов. Мы каждую неделю берём 10 новых лаборантов. Ну а ты что стоишь молчишь? Ну скажи, что не будет. Человек, это звучит гордо! Если каждый будет звучать гордо, мы облохнем. Иди отсюда! Иди отсюда! А вы заметили, что без нами ступило? Да, сразу и дышать как-то легче стало. Да и учиться. Мама, не ругай меня за то, что я играю в КВН. Я обещаю, что все экзамены я сдам на пятёрки. Ведь человек... Это звучит гордо! Иди отсюда! Ведь человек, который играет в КВН, нигде не пропадёт. Снова мы во скрыме стоим. Снова в зале тысячи лиц. Снова мы облачены все. Грой! Опять наш любимый пилинг. Опять молодежь у нас нет. Бесконечные ночи у нас за стрелой. Привет, КВН! И мастер по спе. Ну что ж, ты, родимый, нам сметишь лицо? Пускай нам два раза властала победа. Она хороша, но за сказочный сон. Сегодня нет заманных приятелей в небе. И мы благодарны за это весне. Болельщик кричит, а в лучшем дышит и нас поддержит. А болельщики сегодня, я чувствую, будут поддерживать свою команду очень горячо. Вот уже и прошёлся по залу первый ветерок от болельщиков. Кстати, команда, точнее гимназии, уже два года становилась чемпионом. Посмотрим, как в этом году. Сможет ли она выйти в финал и победить? Ну, что сказать. Хочу сказать, опрадует вас. Вчера в прямом эфире Александр Васильевич Масляков на ТВ-центре во времечке уже заметил про город Огненск. И что у нас в городе активно идут школьные КВН. Итак, со своим приветствием дышите глубже. Выступает вторая команда школы номер 13. Чёртова Дюжина! Наш араб своих воздушных, чтобы было всем не скучно, Мы на КВН леем тих. Мы в нашем центре молодёжном, Зале светлом и балдёжном, Их на сцене приземли. КВН для нас отрада, А вошли для нас награда, Что играем, как мы рады, рады. Итак, друзья, мы набрали нужную высоту. Штурман, подтвердите. Минутку. Итак, друзья, можно глубоко вздохнуть и отстегнуть ремни. Не беспокойтесь, это всего лишь воздушная яма. Штурман, ты карты взял? Конечно взял. Три колонны. И что нам теперь опять по радио-волнам радио-рейтинг лететь? А ты вообще чёл на КВН привязан, ты головой летишь. А я комару косил. Так чего же здесь страшного-то? Теперь, конечно, ничего. Брата его лопатой убил. Гениально. А я слышал, гениальность это болезнь. Ничего, ты любишь абсолютно здоровым. Скажите мне лучше, юный воздухоплаватель, а вот какая историческая личность за первый полугодие вас больше всего потрясла? Меня, Пётр Первый. Меня, Александр Македонский. Меня Шура. Меня Шура. Да, на таких оценок и посидеть можно. Он уже лысый. А вот у моего отца самая крутая машина. У нас трехэтажная дача. Вот мой папа, энергетический вампир. О, клёво, чем докажешь. Как он к соседскому электросчётчику подключился. А вот я вчера в газете вы и мы прочитала, что глубокое дыхание микробов убивает. Да, но как их заставить дышать глубоко? Ваши, пожалуйста, на какой позе? Не печально. А вот я никак от лопов избавиться не могу. А ты диван свой пробовал на улицу носить? Пробовал. И что? Назад заносит. А вот тебе ещё одно средство. Давай. Аплесь всю свою квартиру в лабириную билетку. Зачем это? А когда они, если хоть один билет останется выигрышным, они сами сотни попадут. Три, четыре. Эй, вы? Три, четыре. Здрасте. Семей, гидроцесси, мужики. Всё сюда? Шутки? Это к физикам. К физикам. Уходим. Кто это? А это наши соперники. Экологически чистые пятнашки аутсайдер. Механик. По-моему, у наших шариков пальцы стучат. А, ну если это ЧП, то это ничего. А если это Тэк-Тэк, тогда мы влетели на крутые пусы. Ну, слава богу, а то я так испугалась. Ой, да это ерунда. Вот у меня случай был. Иду как-то по лесу. Вдруг вижу. Змея. Ничего. А ты чего? Присмотрелся по алкавычным. Ничего страшного. Ай. Поднимите, пипихи. Чтоб не дышите. А как мешали. Ну ладно, начнете глубже. Я пошутил. А, дойте. А, дойте. А, гимнастовец, баннета, гимназия. Ребята, а мы что-то забыли сделать. Что? Что мужчины делают стоя? Собаки поднимают на лапу, а женщины сидят. Что, прям здесь, что ли? Что, с ума сошло? Мы же забыли поздороваться. А, добрый вечер. Вас приветствует команда Чёртова Дюшина. Все, как приятны, все, как в лесу и траматы. Кто пришёл в ней туда зал. И, конечно, романты, что играть сегодня для того, Чтоб в финал наш привет, мы дарим все в шуи. И ещё один нам подарит воздушный, большой и нежный, Который поцелуй один на всех. Который дарит все в шуи и все для шуи. И для всех. И для шуи. И для всех. Дышите, дышите, болельщики тринадцатые. А я напоминаю, что генеральный директор, Генеральный спонсор нашей лиги – это Банк Инвеско. Это Веско для нас. А со своим приветствием «Дышите глубже» выступает команда школы номер пятнадцать «Аутсайдеры». Узнав, с кем придётся встретиться в третьей финале, Команда «Коулин-Аутсайдеры» поначалу отказалась играть в КОЭН, Но в конце концов нашла в себе силы и всё-таки вышла на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А первый раз совсем не страшно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, выходите! Ну, как вышли-то? Хорошо вышли. А тема-то какая? Костюхе. Опа! Мы думали на воде. Я пойду в лагаву заменю. А я пойду реквизит искать. Пойду скажу ледактору, чтобы он сросил псал шутки. А я... Я их все урежу. А я... А я... А я расскажу анекдот. Па... Завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, а сейчас как вышли? Отлично! И надо ля-ля! Надо пра-ля-ля! Небесам мне дали пару крыл! Да, а хвост забрали! Вот и я говорю, лучше синицам вы как, чем в чужих. Вот недаром говорят, что язык, он до кивина доведет! Мужики, я понял! Вот, вот это все пилоте нам ни к чему! Ребята, а вы знаете, как звучала бы русская народная песня «Ой, Мороз, Мороз» в исполнении Филиппа Киркорова? Нет! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Легко! 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 А че это было? А это... Бумилян был! А это че? Да это такая шутка, которая в зал возвращается после пяти минут! А-а-а! Мужики, это кто? А это падший ангел! Ребята, я не опоздал! Да, что никогда, то иногда тоже часто! Ну зато я узнал, чем арбуз отличается от грузина! Ну и чем же? А арбузу полоски вдоль, а у грузина их нет! А-а-а! Ну! Ну, базаров нет! Базаров нет, базаров нет! Где-то я уже это слышал! Ну, нет так и нет! Легко! Это тебя! Тебя девушка? Девушка! Привет! Привет! Как твои дела? Нормально! Ты знаешь, я позвонил тебе, чтобы сказать, что я побью тебя! Знаешь, я тоже тебя побью! Ребята, а правда, что я похож на Пушкина? В детстве! Да нет! Скорее на Ленина! Да! Не знаю, не знаю! Но зато я точно знаю, что Пушкин любил Лермонтова! Это почему? А, знаю, знаю! Так ведь он же сам пишет! Я вас любил! Любовь еще быть может, да? Ребята, давайте с вами порвем зал! Точно! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, может теперь финальную песню? Нееет! Финальной песни не будет! Дышите глубже, ребята! Будет финальный танец! ПИСМЕНТЫ Нет! Финального танца не будет! ПИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Клинтон Монику любил Аутсайдера, прошу Можно ли заполучить вечную молодость? Настоящие. Субтитры делал DimaTorzok Можно ли заполучить вечную молодость Настоящие КВНщики не продаются. Нет собственного варианта у них. Можно ли заболучить вечную молодость? Паменьше макияжу, мальчики. Можно ли заболучить вечную молодость? Да, конечно, можно. За милую душу. Биологи вывели новый вид козявок для уборки мусора вокруг школы. КОНЕЦ ПОТОЛЬНЫЙ КОНЕЦ СМЕХ ПОТОЛЬНЫЙ КОНЕЦ Биологи выбили новый вид козявок для уборки мусора вокруг школы. Человек неблоха ко всему привыкнет. Биологи выбили новый вид козявок для уборки мусора вокруг школы. Биологи выбили новый вид козявок для уборки мусора вокруг школы. Теперь, когда мусор убран вокруг школы, возникла новая проблема. Как убрать козявок? Почему сейчас в моде длинные юбки? Почему сейчас в моде длинные юбки? Ну, вы на меня посмотрите. Собственный ответ. Почему сейчас в моде длинные юбки? Нога — дело скрытное, Петруха. Поздно. Я вчера на своем москвичонке тревогу сшибил. Ничего, зеленый. Что мы вчера на своем запорожестве творяли? Ху! Говорите! Я вчера на своем москвичонке тревогу сшибил. Лучше быстро сшибать, чем медленно яхожу. Я вчера на своем москвичонке тревогу сшибил. Ура! Мы ломим гнутся шведы! Классика. Итак, смотрите по вопросу. Мам, мам, купи мне жвачку. А может, пирожок со стекловатой? Мам, мам, ну купи мне жвачку, а? А может, пирожок со стекловатой? Папа, папа, купи мне жвачку. Господи, сынок, да ты же еще соску изо рта не вытащил. Мам, мам, ну купи мне жвачку. Нет, сынок, я не куплю тебе жвачку, ты же ее проглотишь. Лучше я куплю тебе гвоздик. Крошка, сын к отцу пришел. Нет, ребята, ребята, думайте, думайте, идей, идей, идей. Крошка, сын к отцу пришел. И сказала Кроха, ну пап, не купи мне жвачку. Крошка, сын к отцу пришел. Ну пап, жвачку не покупаешь? Ну давай выпьем, а? Крошка, сын к отцу пришел. Пришел к отцу. Ой. И термонец попросил, чтоб на обратно в КВН посмотреть. Что-то в стихах было. Последний вопрос. Пятнашка. Почему рыбы не разговаривают? Почему рыбы не разговаривают? Почему рыбы не разговаривают? Меньше надо жвачки жевать. Почему рыбы не разговаривают? Вас бы так каждый день бракомерие глушили. Вы бы разговаривали? Ну что, это не последний вопрос. А сейчас мы опять обращаем наши взоры к экспортам. И хотим, чтобы они оценили нашу разминку, наши воздушные пироэты. Максимальная оценка напоминает 5 баллов. Будем двигаться справа на ряду. Итак, первым задавал вопрос команды Кламикина из Вечного Украины. Три четверки, две тройки. Вторыми нас задавали и отмечали Черного Дюжина. Три четверки, одна пятерка. Очень интересно, сейчас мы попросим Владимира Ваховнушева прокомментировать нашу разминку. Добрый вечер зрители, добрый вечер команда. Огромное спасибо ведущему, что все-таки назвал его фамилией. Его фамилия, наверное, трудно выговаривать. Господа команды, дело в том, что мало задавать хорошие вопросы, нужно иметь еще хорошие слоя, третий раз. А во-вторых, очень сложно судить, возможно, школьный юмор, там, для взрослого, мы как-то уже свои фотографии посмотрим. Поэтому одно пожелание, погромче и посмешнее. Антоний Ножкий, я прошу вас выступить. Спасибо всем командам. Единственное, что я хочу сказать, мне этот вопрос на ум не столько воздушных перевез, но столько крутой кем. Все команды хорошо начали, но почему-то куда-то улетели. Спасибо. Воздушный ямор. Я отпускаю команды... А, самое интересное заборное, да? Оценки хотите услышать? Ирина, прошу. За конкурс разминка. Команда гимназии 18 баллов. Команда 13-й школы 17 баллов. Команда 15-й школы 19 баллов. Команда гимназии 37 баллов. Команда 13-й школы 41 баллов. Команда 15-й школы 42 баллов. Команда 14-й школы 41 баллов. Команда 15-й школы 18 баллов. Команда 15-й школы 41 баллов. Спасибо, спасибо болельщикам. Итак, я хочу немножко рассказать вам о следующем конкурсе. Следующий конкурс у нас новый, как бы в третиналах стэм, что в простонародье эстрадные миниатюры. Эстрадные миниатюры это небольшая пьеска, которая обсуждает какую-то маленькую проблемку, и в течение которой надо как бы раскрыть тему. Мы все, наверное, с вами любим не только погулять, но и полежать на травке, летом особенно, сейчас не рекомендую. Посмотреть в небо, помечтать, потому что говорят, что облака это одна из трех вещей, на которые можно смотреть без отдыха, безостановочно. Итак, это воздушная яма, так сказать нам. Итак, стэм. Время показа 5 минут. И начинает стэм команда КВН 15-й школы. А у нас... Стэм. Ах, какие облака! В уездном городе Энн всегда происходили странные события. Так произошло и на этот раз. Добрые веселые предприниматели решили приютить под крышей святой церкви авиационные кассы. И все было бы хорошо, если бы такие же веселые строители по своей профессиональной забывчивости не забыли бы построить вторую стену. И нам не отпусти, Патрик. Господи, прости, помоги мне, и покреши мне. Извините, я бы хотел узнать, когда лежат самолет. Боже, откуда он знает про самолет? Патрик, не купи! Так че ж мне истакан пить, где я тебя возьму здесь? Патрик, я должен сказать вам одну ужасную вещь. Это касается ближайшего рейса. Ну и я вас слушаю. Так вот, что касается этого рейса. Страшные, очень страшные люди сказали мне, что ты должен взорвать этот самолет. Они так и сказали? Да-да, они так и сказали. Ты, именно ты должен взорвать этот самолет. Я попытался убежать, но самый главный из них выходил в пистолет и закричал, Стой! Иначе я буду стрелять! А может, этого делать нельзя? Нет, господи, вы их не знаете, они способны на все. Ну, почему именно сегодня и этот рейс? Вы знаете, мне сказали, что выбор самолета и человека был сделан не случайно. Нет, 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 я считаю, этого делать абсолютно нельзя. Да, но вы поймите, если этого не произойдет, то они убьют всю семью. Неужели это все правда? К сожалению, да. Хорошо, я возьмусь за это. Ради семьи я готов на все. Положитесь на меня, что нужно делать? Падре, Падре, вы меня просто спасаете. Вот, возьмите здесь шмотан, в котором бомбочасовый механизм, который же работает. И еще, я надеюсь, что все сказанное останется между нами. Конечно, Господь нам свидетель. Ну, Господь с вами, желаю вам удачи. А может быть, все было совсем наоборот? Спасибо. Господь просил передать вам этот чемодан. Здесь деньги и бомба. Хорошо. Оставьте ее у локаса и передайте Господу, что все правил благо. Святой Отец, я вынужден поговорить с вами, вы слышите меня. Хорошо, я вас слушаю. Понимаете, вы ближе всего к Господу, и поэтому я должен сказать вам кое-что. Я долго думал, колебался и, наконец, решил, я должен сделать это. Я должен полететь. Да, но, а как же деньги? Ну, не волнуйтесь, Святой Отец, деньги у меня уже есть, понимаете? Я решил это сделать, чтобы проверить свою храбрость. Это, конечно, хорошо, но вы уверены, что у вас все бродет гладко? Ведь у вас же это в первый раз. Конечно же, поначалу у меня было одно в бассейне, но по дороге я зашел в специальный магазинчик и купил мощное оружие против этого. Оружие? Это хорошо. Но я думаю, что этого вам будет мало. Вот, возьмите. В этом чемоданчике все необходимое для этого рейса. Спасибо, Святой Отец. Вы так добры. Замолвите за меня словечко перед Господом. Обязательно. Ну, желаю вам удачи. А вторым показываю свой стэм. Ах, какие облака. Команда туэр в гимназии «Вечная молодость». Одинокая птица, ты летаешь высоко. Где твои крылья, которые нравились мне? Алло. Да, да. Мы поможем устроить вам самоубийство по лучшему разряду. Мы работаем под девизом. Самоубийцей можешь ты не стать, но попытаться ты обязан. Нет, нет. Мы работаем без... Нет, мы работаем... Мы работаем... Мы работаем. Постоянным клиентам у нас скидки. С небоскреба, да. Практически девяносто пять процентов обратившихся к нам покончили жизнь самоубийством. Липят? Липят еще в пути. Да. Нет. Мы работаем без брака. Мы ж не ЗАГС. Ну, приходите. Так, Петр Петрович выбросился по графику. Почтим его память. Так, теперь Иван Иванович. Па-а-а. Пум. Иван Иванович. Почтим его память. Теперь Семен Семеныч. Алло. Семен Семеныч. Ну, в чем дело? Ну, почему не прыгаем? Что значит? Передумал. Передумал. Передумал? А думаете, мне хочется? Ну, будьте умницей. Три-четыре. Па-а-а. Семен Семен! Здравствуйте, у меня к вам дело. Ну, если у вас к нам дело, значит, плохи ваши дела. А это хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Да нет, не на тот стульчик, тот стульчик электрички. Сюда, пожалуйста. Итак, что вы хотите узнать? Ну, понимаете, я корреспондент. О, как я вас понимаю. Вы пишете, вас непечатан. Вы пишете, вас непечатан. От вас уходит жена, отворачиваются друзья. Жизнь теряет всякий смысл, и вы решаетесь покончить с ней. Да нет, вы меня неправильно поняли. Я корреспондент, но я хочу умереть своей смертью. А моей вы и не умрете. Господи, ну я пришел к вам из молодежной редакции. О, я понял. Вас послал коллектив. Массовое самоубийство. Вы задохнетесь газом в знак протеста, провести в произволы властей. На вашей братской могиле будет высечено, где ты, свобода печати, память. В виде скульптуры. Красная шапочка, разрывающая по серому волку. Да можете вы выпустить меня в конце концов, до конца концов. Ну, это моя прямая обязанность. Я корреспондент. Пришел из молодежной редакции. Хочу написать репортаж о вашей нелегкой работе. Ага, так значит, вы не самоубийца. А я-то думал, может, вы попробуете? Нет? Ну, репортаж так репортаж. Здравствуйте, к вам можно? Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Жизнь превратилась в муку. От меня ушла жена. Ой, почти мне ее парить. Да не в том смысле. А как ее звали? Все ее звали Сэра. Ну что ж, насильно, миладзе, не будешь. Так как вы хотите покончить свою жизнь? Самоубийством. Ага. Значит, летальный исход. Ну, летать так летать. Будем прыгать с двадцатого этажа. Да вы что? Если я прыгну с двадцатого, то буду жить еще телом двадцать этажей. А я хочу, чтобы сразу. Ну, тогда прыгайте с первого и двадцать раз. Так что вы хотели узнать? Скажите, а вот какие причины чаще всего толкают ваших клиентов с крыш? Ну, почему обязательно с крыш? Вот был один клиент, Вячеслав, не помню как его, Так вот, он пытался уйти от любви. Ну как? Он брал острую бритву и правил себя про страшный кюль. Расскажите, а среди ваших клиентов много женщин? Вы знаете, практически не одной. У них есть своя телепередача. Я сама. А вот смотрите, тысячи мужчин ежедневно совершают массовые самоубийства под бар Шпинтельсона. Конечно. А вот вы используете в своей практике музыку. Конечно. Конечно. Наибольшей популярностью у наших клиентов пользуется новая песенка Наташи Королевой И мозжечок в гармошку. Ну, прыгну я с 20 этажа дальше, что? Ну, не расстраивайтесь. Как говорил Суборов, Тяжело обучение, легко падение. А вы представляете, вот каково космонавт там в невесомости? Не повеситься, не утопиться. А что вы, собственно, убиваетесь-то? Так от меня жена ушла. А, так она уже к вам пернулась. Лучше бы не возвращалась. Пойду еще попробую. Только живым не возвращаюсь, пожалуйста. Ну, что же вы-то с ним так грубо. А если он книгу жанров напишет? Вы знаете, у нас там только отзывы и предложения. Скажите, а вот в чем секрет процветания вашего бизнеса? Наш главный девиз – «Ни дня без жертвы». Кстати, судя по графику, мы можем сейчас взглянуть на новую жертву. Почти мою память. Да нет, сейчас новый телесериал начинается. Новая жертва 2. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Пойдемте. Вечная молодость! В реакции зритель действительно выступала гимназия Вечная Молдность. Свой стэм, ах, какие облака, показывает команда КВ-13, школа чертова дюжина. Черти, плуки, где вы есть? С вами был я ваша честь, что случилось с вашим горком? Не могу я даже есть, что болезнь не изучить, душу нужно проглотить. Только тёпленький и свежий, молодой нужна душа. А где же взять такую душу, не пойму или шиша? Адресок тебе отдам, спустишься с небес на землю и отыщешь парня там. Варит от обжирала, если он любит отвала. Должен ты его скормить, от обжорства уморить. Понял, всё, я убегаю. А вот и первые посетители. Делать шаг вперёд сейчас, тем, кто на уроке. Звезли волка и не раз. Заш паркалки строки. Так и думал, все грешны. Да, простит мне Боже. Охраняйте все вы в ад. И глупая тоже. Ты кто такой будешь? Опоздал и блудишь. Кто мой кадрюшок, ты прямо варь. А просто, Пётрик, а ты даже учитель в рай надо? Ох, извините, вам же в рай. Ничего. Мне после школы и ад пока разорвали. Ты кто такой? Я студент. А ты кто такой? А я новый. Студента накормить, напоить и отправить на землю. Пускай живёт. А с тобой мы ещё поторгуемся. Ох, крылатый бродвар! Чего селась на тусовку? Мне положено портаться. Я же охрану, наверное, пойду. Её голова. О, козлы. Привет, козлы. Кто козёл? А ну, дружок, за козла влепи разок. Ты уже это не знаешь, деревянный товар. Что козёл? Шага на три боли, а с копейки наставай. Вы бы толком объяснили, в чём ты новин, где грехи. А то сразу налетели на меня как петухи. Дурогата, не валяй, страх вы здесь не задевай. Ты скажи тупич, что хочешь. А в кромешнике или рай. Ещё не знаю. Посмотреть за дверь хоть так. О, какой красивый граю сам. И люди благородны, чинно. Между деревьями, как видно. Прогуливаются все подряд. О, какой огромный стол стоит. И выпивка на нём с закуской. Слышь, и девушки сидят. И музыка играет. Конечно, покупаю ад. Что делаете, братки? Горячая без сковородка. Где девочки закуска водка. Я ж подгораю, вы быки. Хоть смажьте сковородку, баргарином рамом. Теперь вы поняли, какая тут водореклама? А это кто такой? А это из реанимации между небом и землёй. Ну что ж, пойдём по вареньям жирала. Чего-то наш земной привет. Я с тобой подружиться. Нет проблем. Базара нет. Ну, так как я просто отдать, хочу большой обед. Сижу, жую, всё я ем, всё я пью. Всё, что можно отведать, я в живот свой набью. Съел я десять бананов, пять кусков пирога. Я две курицы слопал, вот ещё курага. Всяко-разно, это не заразно. Чего ты обрёшь, ведь ты помрёшь, живот на тебя. Да ну, пусть я. Ты мне сатана доверил. Чёрт побери, кто был. И теперь придется вах. И не вновь прилетать назад. Милый ангел, что со мной? Сердце и дыхание спёрло. В горле у меня есть шока. Это, братец, съел немного. Боже, у меня живот больной. Умираешь ты, родной, ведь обжорство смертный грех. Чёрт доволен, что уж успех. Твоя смерть в чёрте крат. Заберёт тебя от ванк. Милый ангел, ну прости. Ват меня не допустит. Хаюсь я за все грехи. Если можешь, помоги. Ладно, на меня ты положись. Лежи, не шевелись. О, чёрт! Во что ты превратился? Едва узнал, так страшно изменился, как вырос твой большой живот. От халчика взорвусь вот-вот. Есть! Готово! И полечу назад я ват. Вот сатанище будет рад. Порядок, ваша честь! Давай скорей, я хочу съесть! Что за львашечки? Ты меня подлет, что приволох ты мне? А где душа? Бежим скорее, быть может, мы ещё успеем. Постал ты сатанище, обжирала путь в краю. Он теперь в саду играет, где танцуют и поют. А тебе лишь остаётся руки шаг по кулакам. И краситься, и мир неба, а какие адвокат. Сказка, ложка, мне навёрт. Те, кто видел всех урок, На земле не улыбайте, Чаще в камы отбирайте. Не живите очень скучно, Не живите кое-как. И когда скажу вам честно, Будет всё у вас нишняк! АПЛОДИСМЕНТЫ Да, очень редко, кстати, событие, Какая стена играется в стихах. Но всё равно, будем как бы честны, И мы, давайте, увидим оценки нашего экспертного совета. Итак, максимальная оценка за STEM, Как и за все остальные 5 баллов. В первом выступала В серии команды ПВН 15-й школы. АПЛОДИСМЕНТЫ Вторым сыграла команда ПВН В ГИМНАТИЕ ВЕЧНОЕ ПОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем, показывает STEM команды ПВН 13-й школы Чёрного Южина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Интересно у нас сегодня студийство, так же со временем. Молодежь для тебя интереснее. А на тебе я говорю. Я прошу вас выступать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дело в том, что я немного волнуюсь, потому что какого там флая в первый раз, поэтому, может быть, иногда, может, не обидеть сильно. Сейчас я сижу. Но мое впечатление это то, что вообще-то команда готовились к рейнам, приятно. Но все-таки хочу немножко вот к моим вскоре, так можно сказать, с коллегам обратиться. Все-таки это действительно детский ТВ. Давайте не будем так и строгать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Анастасия – 57 баллов. Анастасия – 13-й школы – 59 баллов. Анастасия – 57 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 баллов. И это после того, что она с тобой сделала. Недалеко от нас вы можете видеть супер-шар Самсон, что в переводе означает «Универсант Самсон». Чё ж, Нестер, пресёс? Да это у нас смеха. В конце дня продавцы книгу жалоб зачитывают. Гляди, у дома спорта новая композиция. А это всероссийский кивин сел на хвост нашему лебедю. Ой, Ваня, гляди, какие клоуны! Могу в куртачку стоять. Универсанты, подержи, лебеды, Так это ж в фантике торчать. Отдых, помочь, на ногу, Вань, А вон, мисс, мы, ты так и глянь, И мне сходёшь в лебеду, Вань. Ты видишь, Вань? Послушай, зиний дроп и фантика, Ведь это всё мои кинды. Твои подруги в белых бантиках Машины моют, как и ты А вон еще, ты видишь, Зин Машины пьют на ней без зины А фаны без обидности Зазвать лишь могут в магазине Алло, оптинский конверсбанк? Вклады вы даете? Шиш вам с маслом Ладно, шиш, придите в Супербанк А со маслом я скоро подойду А вы слышали, какая вчера буря была? Не, я не слышал Со мной вчера родители беседовали А ну, лежать, а то взорву А теперь посмотрите, какой сверланд сетит Вам на экскурсию-пироговую экскурсию прибегают Да, разные группы бывают У них сегодня, видите ли, день открытых дверей О, скорая помощь, поехала Кстати, а что можешь сказать о нашем сегодняшнем здравоохранении? Ну как, вот который год оно работает под девизом Тяжело в лечении, легко, проют Извините, а где в туалет? Нашел время Спасибо О, привет, оставься в колесе земли каникулы Каникулы? Первую половину горнолыжки А вторую? В гипсе Да, совсем до плохой формы А что нужно вам для поддержания хорошей физической формы? Нет, ну как? Массажер, тренажер, ухажер Ребят, ни у кого нет ничего перекусить Голодный как волк Десятая горка устроит? А что ты ешь, ты скажешь, ты голодный как волк? Ну где ты видел, чтобы волки ели горки? Перед вами оконский узел связи Он, там успешно работает радиостанция Радио Рейд В скорости все ведущие будут заменены отечественные компьютеры Тим, Макс, Лом, Мара и подобные Ой, Ван, гляди-ка, кто в окошечке Нет, шайбоку, кричок Так это ж Тимофей Лаврюшечки Я, Вань, такого же хочу Глядить в наушниках он варит Микрофон в одну картань Чё, какую-то там брать Так клёво, Вань Ты, Зин, ведёшь себя, как дурочка И ничего не поняла У Дед Мороза есть не гурочка И передача все дела Не для тебя, Тимофа Зин Вот кавуенщик тут один Тебя влюблён Ты видишь, Зин? Перед вами оконский городской музей А чё там такая суматоха? А, на этапе просмотров Выставлена картина местного художника-марениста Обнинские физики в районе Сочи После крушения Титаника А может, там ещё что-то интересное есть? Вам поглядите Смейте, у мачты, спускаться пора Время к концу, но с ним игра Хоть мы готовы играть до утра Лишь при весёлой приладит пора Кто-то с друзьями уходит в спино В клубы различные и в казино Мышковые стрелою летим И поиграть днём Снова хотим Снова хотим Снова хотим Это КАД Мы влюблённые Все бесконечно И мгновения побед Сохранятся в памяти навечно А я хочу сказать Не дают сказать Не дают А я хочу сказать, что Самая главная победа В нашей городской школьной лиге Это выход во всероссийскую школьную лигу Квен Миной фестиваль Сразу в сезон Так что дерзайте команды И вы будете мелькать на ОРД Итак, со своим Десятой похлопали Они уже видят себя Ящиками Итак, своё домашнее задание Показывает команда 15-й Школы-аутсайдеры Все выше, выше и выше Руки болельщиков Мы хотим вам рассказать Одну очень интересную историю Наш герой Да-да, абсолютно случайно попал В группу шестеревчиков Выигравших экскурсию По съемочным площадкам В процессе которой Можно собственными глазами Понаблюдать за съемками Развлекательных телепередач Но вот незадача Он отстал от экскурсионной группы И начал её поиски Путешествия на лифте На лифте по многоэтажному зданию Поднимаясь всё выше и выше Итак, мы продолжаем игру Шесток за одного! Приветствую! А теперь У нас сейчас будет Большая игра Дяденька, а вы? Мальчик, уйди, не мешай Подойдёшь, когда я закончу Так, а теперь я приглашу Подойти ко мне По одному участнику От каждой команды Так, вас на некоторое время Я попрошу удалиться К вашей команде А вы останетесь Вы будете отгадывать О чём же думали Шестьсот гостей в студии Когда им задавала Вопросы Наша очаровательнейшая Корреспондентка А вот, кстати, и она Итак, вы готовы? Время Столб, стоящий на сцене Вы Весёлая игра из трёх букв СНГ Маленький музыкальный кусочек Гэг Любимый напиток? Джин Самая красивая девушка в зале Гоги Хорошо, вы уложились Теперь мы сверим ваши нагадки Со вторым игроком Так, вы волнуетесь? Ну ладно, ладно Не волнуйтесь Время Столб, стоящий на сцене Вы Думочка ведущего Весёлая игра из трёх букв О-о Маленький музыкальный кусочек Гэг Чук Любимый напиток? Джин Гоги Самая красивая девушка в зале Слушай, покажу, обалдеешь Гоги Гоги уже был С кем был? С кем был, да? Кабло был Тогда Самый красивый девчонка Это Чемчонка Отлично Нажились Идите к своей команде А мы посмотрим Как же отвечали на наши вопросы Гости в студии Итак Сейчас мы узнаем Кто же занял Самую последнюю строку В нашем рейтинге Итак Итак На вопрос Какая самая красивая девушка в зале Ответили Гоги 599 человек Ну тогда на девчонку ответил только один человек Ладно Как всегда победила ваша команда Но Но Все призы заберу я А мы не видели экскурсию Нет, мальчик Поищи этажом выше Ладно Я прощаюсь с вами на неделю До свидания И сейчас мы будем отградывать мелодию Пока мелодия как предел А я угадаю эту мелодию Семенов А я попробую считаю А угадывай Я не знаю А может вы попробуете семенов А может быть попробуем с восьми Можно попробовать и с восьми С восемь нот Поехали Знаю, знаю Это же песня про вас Правильно А теперь мы отгадаем мелодию О борьбе со спидом Я угадаю эту мелодию С пяти нот А я попробую с четырех Угадывай Вау, это же песня Да, это песня про нашу игру Правильно А теперь мы отгадаем Сколько нот Песни понящего микрофона Пять Четыре Три Два Одна Правильно Пуск Пуск И вот Теперь мы остаемся с одной финалисткой На полуфиналистка от нас уходит И с одной финалисткой мы будем играть в супер игру Все мелодии поехали Поехали Правильно Близко Близко под пожарником Правильно Следующая мелодия Поехали Близко 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 Правильно Следующая мелодия Поехали Близко 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 А, тоже не знаю. Группа «Транспрессинг». Правильно! Следующая мелодия! А это? Это группа «Трансписсинг». Правильно! И теперь самая последняя и, на мой взгляд, самая сложная мелодия. Вот она уже звучит. Угадывайте. Я не знаю. Ну как же вы не знаете? И что я делаю? Вы не догадались? Нет! Ну вот тогда я сейчас достану свой красный фонарик и посвящу вам глаза. Вы не догадались? Валтус, мне кажется, что в этой песне говорится, что у вас постоянно открыт рот, и вы полный идиот. Правильно! Я никого не видел экскурсию. Нет, мальчик, поищи этажом выше. Ой, а что вы тут делаете? Уйди, мальчик, не мешай, мы здесь играем в КВН. Что-то начали. Нет, мальчик, ты опоздал, уже финальная песня. Ну как всегда, на самом интересном месте. В зал! Слушай мою команду! Команда, запевай! Команда, запевай! Команда, запевай! Команда, запевай! Что мы вам расскажем? О парницких багажах Не будем официально И даже вспоминать У нас такой ветющий Уже соуин пальцем За нашим субтитрами, за нашим субтитрами, за нашим субтитрым. Как все-таки разнообразно у нас домашние задания. Как вообще разнообразен сегодняшний КВН. Итак, вот она последняя команда. Все уже затаили дыхание. От этого будет решаться кто же увидеть финал. Своё домашнее задание. Всё выше, выше, выше. Семь минут показывает команда КВН-гимназии Вечной Володости. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера, совершающего беспорядочный перелёт в Огнинск, Крыжополь, Огнинск. Спасибо в Нью-Йорке, вниманию пассажиров, которые приобрели билеты со скидкой в Крыжополь. Скидка будет производить в Крыжополь ночью с высоты 7 тысяч метров над землёй. Теперь мы просим вас занять любые свободные места. Экипаж корабля желает вам счастливого полёта. А это место кто займёт? Одна надежда, я займу место номер. Девочки, ну как вам не стыдно? Игра ещё не закончилась, а вы уже места делите. Над шутками думать надо. Ой, 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 девочки, ой, чуть не опоздала. Что случилось? Полчаса ломилась дверь, мне никто не открывал. Но за дверью слышалось гудение. Так что, гудели без тебя? Нет. Оказывается, я ломила струсформаторную будку. А я вообще считаю, что каждая женщина при своей защите должна использовать любой предмет, оказавшийся в её сумочке. Это может быть расчёска, дезодоран, кузок водопроводной трубы. Дамы и господа, пожалуйста, приведите спинки кресел в вертикальное положение, пристегните ремни. Через пять минут после взлёта вам будут предложены прохладительные напитки. Взлёт прошёл нормально. Теперь можно расстегнуть ремни и расслабиться. Ой, девочки, а я перед взлётом так волновалась, так волновалась, что за неделю похудела на целый килограмм. Да, а ты взвешивалась косметикой или без? Ой, девчонка, а я здесь больше не могу. Да почему? Ну сколько можно? Скушай ложечку, скушай ещё одну. Да что в этом плохого? Сколько можно эти алюминиевые ложки глотать? Дамы и господа, наш самолёт находится на высоте пять тысяч метров над уровнем моря. Пять тысяч метров над уровнем моря. Пять тысяч метров. Девочка, это же все на Памир. А вы знаете, что в прошлом году экспедиция Беллоков отправилась на Памир? Они надеются отыскать на крыше мира Карлосова. Отыскали? Нет, ему пришлось переселиться на чердак. Почему? Девочки, ну кто же ему позволит быть выше крыши? Девочки, посмотрите, как быстро мы поднимаемся все выше, выше и выше. Конечно. Ведь всем известно, что самолет самый быстрый вид транспорта. За час теряешь то, что зарабатывал целый год. Тихо, не смешно, все топьем, все перестреляем в черную матерь. Леха, переводи, мы берем вас всех, соложики, всех взорвем. Ви, 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 деклер, ой, черт, Сань, как пишется, взорвем через О или через А. Через О. Дамы и господа, это Тарабин. Они хотят взорвать наш самолет. Зорвем, сорвем, переведи. Через несколько минут вам будут предложены прохладительные напитки. После прояснения ситуации. You, you get cold drinks after, after... Мафтер, мафтер, ну что ты переводишь-то? Дайте нам Russian speaker, ваша умашь, а это всем взорвем. Леха, покажи гранату. Всех взорвем. Ты толпел! Это же курица! Тебе что, тетя Лена вещи складывала? Давайте переводчика! Алло, алло, это переводчик. Успокойтесь, это переводчик. Это переводчик. Это переводчик. Каковы ваши требования? Требования! Леха, домой наши требования! Дорогая тетя Лена, спасибо тебе за письмо и за посылочку. Все очень подошло. Идиот, что ты читаешь? Итак, наши требования. Хлеб и зрелищ. Отдать России Крым. Сань, а при чем здесь этот Крым? Ну как при чем? Ну мы же будем торговаться. Ну надо будет чем-то пожертвовать. Итак, хлеб и зрелищ. Отдать России Крым. Ключи в тумбочке. Тетя Лена. Что? Сань, тут написано. Алло, алло, алло. О, тебя? Алло, да, я. Ой, здравствуйте, тетя Лена. Где мы? Мы в самолете. Заложников берем. Саня сказал. На бег шести. Не успеем. О, мы не успеем. У нас же люди. Сколько? Триста. Человек триста, я думаю, будет. Как? Всех? Летим к тете Лене. Дамы и господа. Вам, наконец, будут предложены прохладительные напитки. А обедать мы будем... Ну, примерно через полтора часа. У тети Лены. Девочки. Девочки. Да вы посмотрите, какая красивая наша земля. Какое доброе у нее лицо. А по нему, теку чистой слезинки дождя. Какой у нее добрый голос соткан из пения птиц. А вот видите. Маленькая ротина на ее щеке. Где? Ну, вот, вот, маленькая, теплая. Такая сголовая ротина. Это наша ротина. Да, шарка. Мы снащаемся. Пришел к нам долгожданный день. И мы отбрасываем день. Игра приходит над зубившою весной. И ты, главвечно молодой. Пройдет тапка, пройдет печаль в твоих глазах. А нам осталось лишь тебе сказать. Игра уходит, раздаемся мы с тобою на чуть-чуть. Что в радость вечер, вновь вернусь. Пройдет игра, оставим вслед в твоей душе. Игра уходит, раздаемся мы с тобою на чуть-чуть. Что в радость вечер, вновь вернусь. Молодцы, молодцы, молодцы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, тут видно, что постарались не только ребята Я понимаю, конечно, что интернет — это великая сеть Но... 呃... Для меня по жизни главный принцип не «что», не «откуда», а «как» Поэтому даже если вы где-то взяли по заимствованию нигде. Вся информация она у нас как бы общая Поэтому кто у кого взял, кто у кого, смотрел Это уже не важно. Самое главное, как вы это сделали Огромное спасибо командам за игру, волейщикам, естественно, за Олег Мадюшкин, организаторам и спонсорам за помощь в проведении этого игрока. Султанов Олег Айванович, прошу вас. Но мне осталось только присоединяться и поблагодарить всех участников, но мы независимы в этом футболе сейчас не хроман. Это 13-е. Что же скажут журналисты и братья Олеся Вербова? Ребята, вы все замечательные, вы все прекрасные артисты. Я желаю вам еще больше удачи, еще больше артистизма, красоты и той энергии, которую вы несете. Спасибо вам. Спасибо еще раз всем командам за замечательным проектом. К сожалению, мне не удаловалось, я старался, но мне не удалось поставить. Я люблю пятерку, но я эту пятерку задам и повече. Спасибо вам. А всем командам, я хочу пожелать, есть личный головокружительный высоток выявленный. Спасибо. Команды 13-й школы 24 балла. Команды 15-й школы с учетом штрафного времени минута 17 баллов. Команды 15-й школы с учетом штрафного времени минута 20 секунд 21 баллов. Команды 13-й школы 83 балла. Команды 15-й школы 75 баллов. Команды 15-й школы. Команды 15-й школы. Команды 15-й школы. Ощут-эфир. Новый век, новое поколение. КВН-новое поколение. Вновь прошла игра Немного грустно нам, но это не финал Нам домой пора, но встретимся опять И нас поддержит зал И настанут фестиваль одни И зажгутся вновь вокруг огни Соберутся все мои друзья И вместе с ними напою вам я Мы вместе разукрасим мир Мы вместе сделаем настроение Смех радугой зажжет эфир Новый век, новое поколение КВН, новое поколение